а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть золотой колос продолжаем все тот же день что и был в прошлой серии и в общем то по сути дела наверное мы уже подходим к логическому завершению заводики у нас работают все у нас работает есть еще не собранный урожай у нас остался и буквально через две минуты дождь обещает закончится и мы сможем наконец-то этот самый урожай убрать у нас закончилась переработка муки которую мы брали на контракт можно ее кстати вывести на склад чтобы его как минимум просто освободить кто у нас это сделает это ты у нас сделаешь тебе нужно съездить два раза съездить тебе нужно на мельницу товар загрузка во она мясокомбинат у нас не проложен автодрайв серьезно ладно все равно потом этим будем заниматься давай на склад 2 выгрузка мука пшеничная фасованная ну и два раза тебе надо съездить ты это сделаешь вернешься сюда будешь молодцом также у нас там лежит немножко отрубей поэтому их можно в принципе сразу продать тоже едешь на мельницу загрузка зерно потом отводишь это дело на же дистанцию зерно и увезешь ты отруби один раз тебе надо съездить давай погнал я друзья еще продал жмых сахарного завода там появилось место его там почти в общем то нету этого самого жмыха хотя появится там свекла много перерабатывается поэтому нас сейчас положительный баланс хотя все равно висит дохренища кредита поля друзья я засеивать сейчас не буду потому что мы в этой серии сейчас подготовим все к продажам запустим потом это все дело переработается за время и в следующей серии который уже будет последняя по продаем урожай а вот и дождик заканчивается до анимация есть а звуков нету так и живем значится что нам надо убрать из полей на самом деле не так много у нас есть два больших поля с пшеничка есть одно большое поле с подсолнечником овса тут чуть-чуть есть и рисовые чеки скоро еще кстати и соя созреет если так посмотреть вот у нас также есть два комбайна на все это дело во-первых наш вот этот вот суперски большущий класс как раз заправлены вообще прекрасно начнем друзья с четвертого поля с овсом давай погнал и с тобой будет работать вот этот товарищ логично ты у нас будешь работать на поле 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 номер 45 и на разгрузку будешь ездить на зерно выгрузка логично вот погнал потом его зарядим когда он доедет на поле отдавайте еще один комбайн у нас есть он находится у нас на рисовых чеках и его поставим убирать подсолнечник потому что только для него есть жатко для подсолнечника для большого я не покупала да и не буду так с товарищи вы пойдете работать на поля сначала дружище едет на базу там жатко лежит почему я ее сюда не забрал хороший вопрос а ты друг будешь работать на поле номер 19 и высыпаться на зерно выгрузка во ты тоже в работе кто у нас еще остался без работы точнее если у нас какая-нибудь работа которую можно кому-нибудь поручить о кстати вот этот товарищ отвез молочко сколько как она по времени я не помню перерабатывается молочный завод он половина переработалась только не то чтобы прям сильно много да и здесь нужно но полями я уже потом когда-нибудь буду заниматься так у нас приехал комбайн давайте его поставим на уборку тут в общем то все довольно просто туда-сюда обратно будет ездить даже по кругу его катать не буду на этом поле нет смысла и разворачиваем сам комбайн и прямо вот отсюда дружище курс плечик самый простой со стартовой точки нельзя убирать урожай сейчас это погаснет буквально вот совсем скоро еще друзья как раз вот этот товарищ проезжает мимо заправки у него не то чтобы прям много топлива можно его вполне себе перехватить и вручную сейчас заправить почему бы и нет заправляем деньги пока есть деньги потом еще ночью опять спишутся за 800 литров топлива мы заправили и давай дальше шуруй на базу зажаткой а можно даже ее не менять можно просто подцепить потому что потом он поедет и этой работать надо все по-быстрому убрать будем в два комбайна сегодня полей много поэтому ничего страшного не будет и отправляем тебя на поле 1923 вон погнал в общем то друзья я сейчас по-быстрому это все дело убираю точнее на самом деле это не сейчас буду делать но как только уберем мы с вами встретимся и потом порешаем логистические вопросы да здрасте еще раз у нас на часах 1856 собран весь урожай и пора развести его по заводам и посмотреть все по запускать что у нас где работает в общем то погнали наверное даже и сразу по заводу мы по очереди будем отправлять что куда во первых завод соков и джемов у нас производится сок из морковки и томатов томаты еще созреют немного поэтому в общем то сока у нас будет до хренище линия производства джема выполнилась 600 кубов здесь есть клубника у нас тоже еще появится на сахар а сейчас посмотрим сколько далее комбикормово это все не интересно консервный не интересно кормосмеситель пока не надо масло экстракционный завод друзья ладно к нему сейчас вернемся молочный завод у нас тут был заказ на производство он еще не до конца выполнен уже почти выполнен но еще не не до конца завод закрывается в 7 часов вечера поэтому сегодня мы это взяла достать оттуда не сможем поэтому пускай лежит на складе ну и далее мясо комбинат самое интересное чем мы сейчас будем заниматься во первых друзья нужно привести туда мясо ладно давайте тоже потом рыбный цех то я там случайно не сохранился поэтому рыба у нас не заморожена но да и бог с ней сахарный завод в общем то он работает 240 кубов сахара нам нужно на 600 кубов джема я думаю что имеет смысл это все дело отвести поэтому давайте первого пацана зарядим это как раз вот этот товарищ восемь раз ему нужно будет съездить сахарного завода загрузка загрузка сахарный завод склад загрузка во и отвести все это ему надо на сады склад один выгрузка допустим ну и возить ему сахар восемь раз это надолго увы поэтому давай катайся 240 кубов сахара он отвезет какой-то сахар у нас еще останется на новую партию джема увы не будет но пускай остается сделаем чтоб все по красоте было сахарным заводом понятно ну и заводом соков и джемов тоже понятно свеклы на базе у нас нету далее друзья скотобойня у нас тут есть почти 360 кубов мяса и если мы откроем животных на птицеферме тоже есть мясо потому что некоторых животных мы убивали где-то вот склад мяса 50 кубов то есть и того 410 кубов у нас есть все это дело нужно отвести ну допустим 400 ладно мы все это дело нам нужно отвести на склад мясокомбината мясо у нас должно возиться в рефрижераторе когда вот я искал бетономешалку я увидел что у нас есть рефрижератор поэтому надо поставить автодрайв я заранее пригнал что вот этого товарища погнали нарисуем автодрайв сейчас на нашей скотобойне на птицеферме у нас мясо ездит загружаться на мясокомбинате по моему автодрайва тоже нигде нету поэтому надо это все дело по-быстрому нарисовать и потом будем считать что нам надо привести на мясокомбинат потому что я планирую все линии запустить но хочется чтобы это было какое-то более-менее красивое количество а еще вот кстати рис едет вообще друзья наверное прежде чем заниматься мясокомбинатом давайте с другие вопросы порешаем потому что здесь нам надо самим покататься там просто пацанов отправить поэтому стой друг здесь а мы возвращаемся на базу есть у нас во первых еще один заводик это завод цех рыбного корма тут есть ресурсы видимо то ли соя то ли овес первое закончится запускаем все это дело на переработку пускай работает далее открываем наши склады ферма что мы здесь интересного собрали пшеницы много кстати приятненько у нас есть 136 кубов подсолнечника из этого можно сделать какое-то количество масла поэтому надо сделать заказ на производство 136 346 заводы 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 это у нас масло экстракционный завод он у нас вроде как круглосуточно работает да не проблема так что делаем заказ фасованное масло нам надо есть у нас 136 346 вот так вот поставим на заполнение чтобы 140 кубов якобы мы привезем короче 63 куба фасованного масла у нас будет только кучу денег мы за это платим на в 7 утра заказ будет готов но в пол восьмого нужно отвести 136 кубов есть один час на доставку сырья давай дружище мы тебя пока сюда поставим кто же это у нас будет возить интересно вот ты ты у нас это дело повезешь так сюда я зря это все повесил ты значится загружаешься на базе зерно загрузка едешь на масло экстракционный завод в завод выгрузка и везешь туда подсолнечник съездить тебе надо 7 раз получается я думаю что за час ты вполне себе справишься с этим разобрались также на базе у нас есть рис 325 кубов который мы сейчас собрали и его мы тоже отвозим на переработку 325 кубов для этих целей отправим нашего мана топлива тоже много 6 поездок у нас получается ты загружаешься на зерно загрузка и везешь это все дело на приозерский элеватор очистка риса и возишь соответственно рис давай друг погнал потом эти пацаны разумеется приедут обратно на базу с этим разобрались погнали разбираться с мясокомбинатом во первых нужно проложить автодрайв здесь где у нас загрузка вот здесь у нас за грудь не здесь выгружать скотину а здесь загружать мясные продукты понятно черт как некрасиво здесь с известью получилось давайте-ка я наверное вот это вот все дело здесь сотру вот эту точку известь надо как-то удалить сначала известь его удалить вроде как если вот так вот просто удалить точку на которой есть маркер это ни к чему хорошему не приведет что-то там может даже заглючить так здесь она пускай проезжает а здесь тоже красиво в принципе все сделано поэтому давайте вот это все дело тоже здесь продлим чтоб все было четенько и красивенько упс точку одну не стер пока . вроде как он здесь должен красиво более-менее подъехать если . будет вот здесь он должен будет все увидеть скотобойня загрузка мы обзовем эту точку также можно сейчас проехать вот здесь а вот когда-нибудь что-нибудь здесь понадобится здесь у нас выгрузка ну ладно и вот здесь аккуратненько ты выезжаешь здесь пожалуй мы еще одну точку нарисуем на всякий случай для более пологого поворота с этим понятно цепляем обратно наш рефрижератор и загружаем один прицеп мяса хотя нет не загружаем давайте мы вручную сейчас съездим заберем так как 50 кубов лежит на курятники и сразу же отвезем это на мясо комбинат поедем там автодрайв нарисую вот он наш мясо комбинат так прицеп пока оставляем здесь смотрим что нам здесь надо подключить здесь выгружать скот но это не интересно соя загрузка выгрузка здесь а загружать лук здесь выгружать овощи здесь загружать товары в мешках и коробках а здесь выгружать мясные продукты что у нас здесь ставить контейнеры с комплектующими в общем более-менее все в порядке все понятно давайте сделаем заезд и сквозной проезд а потом будем подсоединять все все склады посмотрим как это удобнее будет сделать так это есть правда вначале там что-то навертелось надо съездить поправить тут как-то все пошло не по плану вот так он будет вполне себе норм ну и давайте подсоединять точки в принципе можно здесь сделать точку мясо скот выгрузка далее вот здесь вот сделаем точку мясо соя загрузка а вот эту точку следующую делаем мясо соя выгрузка это есть далее отсюда теперь делаем красивый вот такой отъезд и проезжаем через вот эти склады в пойдет готова соединяем точечку здесь значится здесь у нас товары в мешках коробках зеленая загрузка желтая выгрузка правильно да соответственно выгрузку но это вот эту точку прям надо делать а то и дальше значит будет мясо склад выгрузка чуть назад подъедем загрузку можно вот на эту точку повесить лучше на следующую если что длинное будем использовать мясо склад загрузка это есть загрузка выгрузка далее здесь у нас будет выгрузка насколько я понимаю лука написано овощи но лук мясо лук выгрузка я очень сомневаюсь что это понадобится эти все точки точнее половина понадобится половина нет но пускай будут на всякий случай сделать не сложно же мясо лук загрузка тоже есть но теперь холодильник осталось только подключить здесь не сказал бы я что он прям сильно удобно сделан просто длинный рефрижератор может здесь не повернуть даже красиво но как есть давайте-ка мы вот от этой точки сделаем вот так вот что я навертел трохи ну ладно хорошо что все вот это можно редактировать до с точки можно вообще просто снести черт там то подсоединилась вон вроде норм далее он проезжает вот здесь и въезжает обратно на кривовато получилось но работать должно это все дело мы тоже подсоединяем на эту точку поставим мясо поле как это называть холод холод загрузка на предыдущую мясо холод выгрузка будет в теории должно работать хотя вот сюда подбить блин она довольно близко стоит лучше трохи это двинуть ну и вроде как все можно сейчас проверить будет ли эта точка на выгрузку работать черт здесь же нет выезда так ребята где-то наш этот самый джесси бишка застряла а я ее не включил чтобы она по табу переключалась придется бегать по карте и искать она стоит на маслозаводе но почему-то не все выгрузила так дружище а что с тобой не так почему он здесь не выгрузил я знаю почему потому что сторона я уже с этим сталкивался он начинает выгружаться и этот трейлер опрокидывается короче упирается в эту штуку и трактор съезжает с триггером мы тоже проходили так ладно за ним надо будет следить неприятный момент мы возвращаемся к нашему ману погнали дальше доделаем этот мясокомбинат уже темнеет потихонечку но через полчаса вообще нихрена видно не будет так у тебя мясо загруженный немножко назад отъедем и значиться ты у нас чё делаешь ты у нас едешь а надо создать папку для мясокомбината еще совсем забыл мясок комбинат куда идем из пяточком на мясо комбинат и все вот эти вот мясо склад надо в мясокомбинат и перекинуть мясо холод вообще все перекинуть мясо комбинат 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 и последний мясо комбинат скотобойню тоже можно туда закинуть все-таки так или иначе она привязана к этому дерьмо и значится мясо комбинат скотобойня загрузка здесь холод выгрузка и возишь ты мясо и давайте проверим насколько хорошо это работает покрамишь выгрузка работала будет хорошо тут можно ремень закрепить прикольно если это не будет работать всегда есть автогруз который решит все наши проблемы заворачивает он конечно здесь с большим радиусом нормально ну давай 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 все выгружается отлично свежее мясо работает значит теперь вопрос на таком сколько раз нам надо съездить правильный ответ 7 350 кубов повезет соответственно 7 раз нужно съездить логично логично давай друг работой а мы погнали нишкин коз считать слушать а на мясо комбинате есть у нас самый ж.д. пути вроде есть выгружать лук морковь фасованную отлично рис масло масло здесь надо выгружать зачем нам масло на мясо комбинате а фасованное масло нужно для плова чёрт я хотел плова сделать ладно это у нас есть просто нам надо еще будет отвести сюда и рис и сою и лук на этой территории можно что-нибудь поставить склад какой-нибудь расчистить ее к заводам подсоединить склад тюков например можно туда поставить гигантский и миллион тюков отвести на переработку ткацкую фабрику правда она настолько медленно работает что ладно хорошо есть еще вопрос доступен ли нам уже паровоз вроде как в 10 часов он будет доступен но это неточно я не помню если он нам сейчас доступен будет хорошо будет замечательно паровоз давай скажи что все хорошо скажи что ты работаешь нет три часа еще за три часа мы успеем все отвести без паровоза поэтому сорян друг ну да ладно значит смотрите опять таки открываем отталкиваемся от того что у нас есть 400 кубов мяса заводы заводы мясокомбинат нам нужен калькулятор производства начнем с линии производства пельменей как мы уже собирались делать 100 кубов пельменей мы собирались делать черта где мой блокнотик а вот значит записываем 40 кубов мяса у нас идет на пельмени 20 кубов лука 40 кубов муки как резко потемнело до в 19-30 динамичная смена времени суток такая динамичная что просто обосраться так ладно чё это я в миллион раз уже об этом говорил что меня горит с этого остается 360 кубов мяса у нас что из них еще можно сделать я думаю что можно еще сделать тефтельки потому что у нас есть и лук и белый рис давайте посмотрим на 100 кубов тефтелек сколько у нас уйдет всего тефтелек можно делать намного больше я смотрю давайте 300 кубов тефтелей ну вообще норм пойдет значится минус 135 кубов мяса это у нас остается 225 кубов мяса лука нужно привести еще 45 и риса 120 кубов какие-то так себе тефтельки получаются если там столько риса также что у нас еще есть но еще колбаса блин тефтелей колбаса по сути дела а свои кстати может и сильно не хватить у нас на все так а если мы тефтели сделаем на 360 кубов мяса сколько это получится хотя колбасы тоже хочется правильно я думаю надо начать колбасы отталкиваться от сои с их рыбного корма что у нас по сои нее будет не так много можно здесь калькулятор открыть если у нас сои 185 кубов овса потребуется 126 понятно будем отталкиваться от овса овса у нас предположим 66 кубов то есть 82 куба еще потратится сои правильно правильно останется 100 кубов от этого числа и отталкиваемся 100 кубов сои что-то как-то вообще некрасивое число получается я думаю тогда будем отталкиваться от колбасы а прикиньте все это неправильно будет работать делаем 300 кубов колбасы 105 кубов сои мы на собираем правильно правильно значит делаем 300 кубов колбасы для этого 180 мяса остается 55 мяса у нас 45 соврал пардон 105 соя значит отвозим 15 лук и вот эти 45 кубов мяса допускаем на тефтели можно кстати на плов пустить 45 кубов мяса что у нас по плову получится нормально у нас тут получится я вам скажу 10 кубов кстати если что еще на складе есть черт но чё ты так считаешь скоряво 173 куба плова слоуного масла пожертвовать туда 12 кубов не знаю не знаю морковки надо будет еще тоже на тырить это как бы плов рис можно туда девать и ладно нахер плов делаем тефтели значит риса еще 40 лука еще плюс 15 ну и в общем-то порешили так а мясо что приехала отлично красавчик значит вопрос чем все это дело отвести лука нам надо черт 95 кубов лука надо отвести у нас есть трактор который по 45 кубов возит и за две поездки получится 90 и 5 кубов еще останется ладно визит 2 пока или сои начать давайте начнем сои здесь по с помощью автогруза отрегулируем количество потому что это получается ему два раза полных надо съесть один раз не полный хотя другой стороны можно ему один раз поставить загрузить неполный сои один раз 15 кубов а после того как он их заберет мы ему просто переключим вот здесь вот на свою а пока есть так с этим понятно в общем то что нам еще надо поставить возить нам нужно еще поставить возить лук муку и рис для этого у нас нет транспорта поэтому друзья ждем пока это освободится хоть что-нибудь и загрузим где у нас когда у нас что освободится подсолнечник вот этот на лук в принципе тоже пойдет если что но ему еще четыре поездки этому еще тоже четыре поездки точнее даже пять вот этот быстрее всего освободиться видимо быстрее всех ездит вы больше всех возит ему еще кроме этой 2 в общем встретимся через буквально скоро до 8 часов вечера у нас началось выполнение заказа на производство этот товарищей на парковку но мы шиво прервем почему потому что нам еще нужно отвезти лук 95 кубов то есть этому товарищу нужно съездить пять раз один не полный нам поставим 4 потому что освободиться другой товарищ так вообще загрузка о попал вообще это окно можно закрыть чё она у меня висит здесь мясо комбинат а лук выгрузка и возишь ты лук четыре раза погнал что у нас у остальных ребят этому товарищу еще кататься и кататься а он сейчас выгрузится и останется еще три поездки этому товарищу он сейчас выгрузится останется еще три поездки этот товарищ стать уже все закончил х так может быть лучше этого товарища лук отправить отвезти посыпу чему-то у нас все в принципе этого товарища можно отправить на базу подцепить контейнер и отвести рис вот как я пред прикольно придумал до друзья контейнеры всему голова без них никак давайте где-нибудь здесь припаркуем наш прицепчик я вообще не планировал чтобы этот man ездил с чем-нибудь кроме этого прицепа но а шо поделать надо побыстрее закончить цепляемся контейнер можно взять красненький почему бы и нет под цвет мана в готовом счете куда-нибудь на дорожку здесь выведем значится что надо отвести ему нужно со склада забрать 40 кубов муки и 160 кубов риса значит ты едешь на склад склад 1 загрузка забираешь там точнее везешь это все на мясо комбинат склад выгрузка и забираешь вообще пофиг что здесь будет стоять потому что все будем автогрузом делать всего тебе нужно будет съездить четыре раза и давайте этот самый автогруз ему нарулим это вот этот контейнер все вот эти рядом стоят здесь а этот выделяется значит ты загружаешь из склада во первых муку пшеничную фасованную товарные склады бокс номер один забираешь оттуда 40 кубов количество выполнений один и рассказываешь об этом далее загружаешь из склада белый рис оттуда же бокс номер один делаешь это два раза и после того как ты это сделаешь ты загружаешь еще раз белый рис того же бокса только 40 кубов и это один раз и об этом нам рассказываешь его четыре поездки вот таких вот ты делаешь и будешь молодцом давай погнал ждем пока сейчас отвезется соя и еще отправим сою точнее отправим этого товарища возить лук точнее один раз съездить а вообще пока что можно ему даже и автодрайв настроить здесь почему бы и нет точнее тот же самый автогрузчик он взял ровно нужное количество лука загружаешь со склада лук ферма овощной склад один это понимаю со второго триггера или с первого со второго до со второго тебе нужно 11 кубов всего будет взять и один раз раз разумеется нам об этом рассказать сейчас он это все выгрузит и мы ему поменяем хотя мы на самом деле можно поменять прямо сейчас это у нас на базе овощи загрузка а сам товар ему менять не будем потому что это неважно что за он и до одну поездку моему еще накидываем так как это будет еще одна лишняя сейчас он здесь выгрузится и моему поменяем еще и место разгрузки по факту на самом деле лишние продукты отсюда можно будет увезти но знаете почему то хочется вот ровненько все посчитать вот люблю я такое так сою выгрузили соя по-моему вся приехала больше не надо будет и следующая у тебя выгрузка будет мясо комбинат лук выгрузка после этого ты поедешь припарковаться что у нас по заводам значит завод соков и джемов у нас работает сам включился кстати что у нас тут по 16 часов 27 часов джем высок за 16 часов не сделается ладно это все не важно в мясо комбинат в принципе все ингредиенты кроме вот муки пшеничной фасованы уже есть поэтому по сути дела линии можно то и запустить что у нас кстати по линиям 43 часа 60 45 ресурса везде хватает все нормально я надеюсь она же быстро будет перерабатываться нет а рис еще не привезли колбасу уже можно делать своя вся лук в процессе черт я бы не сказал что он прям быстро делает так муку загрузил молодец чем 40 кубов как видите он с в левом верхнем углу нравится мне эта система прям хорошо ладно эту линию мы тоже запускаем сейчас приедет мука приедет один прицеп белого риса просто хочу посмотреть с какой скоростью это все дело перерабатывается где на самом деле можно это и здесь было сделать 40 49 часов твою мать она мы колбасы меньше делом или нет нет мы колбасы делаем столько черт какая медленная линия но да ладно в принципе животные не так часто появляются поэтому сильно большая скорость работы мясокомбината не сильно то и нужно так ман приехал еще мяско привез меня больше интересует другой ман который должен приехать и привезти сюда муку с которой мы будем делать пельмешки и который потом рис будет возить чтоб тоже . на склад выгрузка работала хотя здесь она точно должно работать потому что здесь мы место уйму оставили но любом случае надо проверить где ты едешь друг расскажи мне пожалуйста о том где ты едешь вот и не так далеко молодец возвращаемся обратно на мясокомбинат будем тебя встречать с распростертыми объятиями падла не открывает шлагбаум я между прочим вообще-то владелец этого завода ни одного указателя нету что здесь нельзя заезжать меня не пускают ублюдки вон он ман дружище едет почти переехал давай друг мы тебя все заждались что он в скорость в поворот на скорости влетал и в повороте затормозил еще автодрайв поворотники включает прикольно так я например в ферме никогда этого не делала не понимаю вообще зачем но прикольно согласитесь дает такой себе крутой поворот но еще контейнер заезжает отлично если это длинная хреновина здесь заезжая значит все заедет он привез муку сейчас он должен ее вот сюда вот высыпать и все будет классно давай друг давай вот это он крутой вираж конечно сделал вроде как все должно работать здесь загружать лук здесь выгружать овощи нас еще морковку можно выгружать морковку не отдадут обратно да так этот триггер тоже работает подхватился все прекрасно просто и как-то луна дергается до что-то непонятное с луной ну да пофигу значит и друзья сейчас нам привезут сюда все оставшиеся ингредиенты я уже полями ничем сейчас заниматься не буду далее мы просто ждем мотаем время пока вот эти вот заводы ну в частности мясо комбинат будет самое долго работать потому что там принципе тевтелек то мы много заказали сделать блин где-то грибаный вот он в пельмешки начали нам делаться пельмени сама быстро сделаются и всего 100 кубов надо сделать в теле много мы сделали да мы например 160 рис сюда везем 400 кубов тевтели 55 часов будет черт как долго они же наверно дорогие эти самые тевтели сколько стоит пельмени тевтели интересно пельмени по 4500 шикарно плов давайте еще плов глянем на плов надо не так много мяса тоже по 4000 пловом имеет смысл заниматься если рисом занимаешься и что еще тевтели мы хотели посмотреть по 5000 тевтельки у нас 42 миллиона 2 миллиона мы на тевтельках заработаем ну ладно деньги будем считать уже в следующей серии когда мы все это дело продадим но еще лучок приехал и там сзади еще лучок едет великолепно вот друзья в общем то план понятия следующая серия скорее всего будет финальной а может быть и нет и в следующей серии мы продаем весь оставшийся урожай наш точнее готовую продукцию но и считаем бабло денег будет много что прикольно лук появляется здесь классно респект разрабам за такую прикольную фигню еще лучок приехал тут 11 кубов это товарищ на сегодня закончил поедет парковаться все остальные тоже скоро закончить поедет парковаться ну вот на этом в общем то друзья у меня на сегодня все лайкучки комментарии не забываем подписываться на канал если считывание сделали спонсором конечно же отдельное спасибо за поддержку всем друзья спасибо за просмотр с вами был никита тела и всем покаки